Да-да-да-да, я знаю этого парня, три из трех выдает. Черт! Черт, вы вагасы! На каком проекте вы играете? Эй, эй, спокойно, чувак, спокойно, чувак, Аризонт Редрок! Аризонт Редрок, какой промокод ты вел? Промокод фиг, фиг! Что ж? И сколько бабла ты получил на старте? Нет, чел, я еще ничего не получил, только зарегался, только зарегался! А, сори, я думал, Жирнов тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз умирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж. Добро пожаловать в Аризонт Редрок! А здесь находится ваш промокод на 200 тысяч! Ведем его на шестом левле и разбогатеем! Ха! Во-первых, миссия называется «Конец пути», и она состоит из трех частей. И это первая миссия, которую разделили на три части в 3D-вселенной. И последняя. Для того, чтобы вам ее пройти легче, вам следует запастись мини-ганом для более быстрого убийства Бексмоука, и пройти миссию пожарного для огнестойкости. После того, как вы начнете данную миссию, внимание о копах к вашей персоне сойдет на нет. Вы им не нужны. Можете творить чего угодно, копы вас преследовать не будут. После того, как вы вышли из тачки свита, вы в нее зайти обратно не сможете. Вплоть до тех пор, пока в третьей части свит сам не вылезет с нее и не запретит на пожарную машину. Как бы ты ни старался, пожарную машину на темпене невозможно уничтожить. Все равно она будет двигаться по своему пути. Броневик свата единожды появляется в этой миссии, и больше нигде. В косцене Бексмоук держит в руках Спас-12, но когда начинается бойня в руках, у него оказывается АК-47. Из темпене такая же фигня. В руках держит Спас-12, но выстреливает в генератор с помощью обычного дробовика. Так еще и Карл в сторонке не остался. Неважно, какой пистолет у вас будет во время этой миссии. В косценах Карл все равно, откуда ни возьмись, достанет Дезерт Игл. С полуавтоматом такая же лажа, не имеет значения, какой он у вас будет. Все равно после завершения данной миссии у вас будет микро-СМГ с 70 патронами. Неважно, где Бексмоук откинет свои ласты, все равно он закончит свои муки возле дивана. С сейфом рядом. Хоть Смоук руками бей, на бронежилете все равно будут дырки от пуль. В косцене темпене просит Карл подкатить чемодан с деньгами. Чемодан проходит сквозь игровую приставку. Хилдзер. Тачка, на которой Карл проследует темпене, пуля непробиваемая, огнестойкая, взрывобезопасная и вообще ее хрен убьешь. Даже не старайся. Игровое этой миссии заранее написано сценаристом. Независимо в какое время вы начнете эту миссию, миссия начнется в 21.30. Поэтому Боня со Смоуком будет всегда ночью. Хотя после того, как темпене взрывает генераторы, время на часах 12 часов ночи. Поскольку у Карла есть 7 минут, 7 часов по игровому времени, чтобы убежать из особняка, погоня должна начаться рано утром. Однако, когда погоня начинается, на часах 17.00. То есть 5 вечера. А смерть темпене наступила около 23.00. А миссия закончилась по итогу в час ночи. Полная неразбериха. В какой-то момент второй сваттанк врывается в особняк снаружи. Тем не менее, снаружи как раз этого отверстия и нет. Как он въехал? Когда Карл прощается с темпене, он произносит слова. Это отсылка к тому, что темпене сказал Карлу в начале игры. Закончили и начали одной фразой. Иронично. После смерти темпене, банда направляется в сторону дома свита. Но после склейки, они в доме Джонсонов и почему-то персонажи правды с ними не оказалось. В особняке можно увидеть статую бета-версии Биг Смоука. Учитывая сколько пузырских машин преследует Карла, когда он преследует темпене, можно понять, что Пуласки, темпене и Эрнандес это далеко не единственные сотрудники подразделения Краш. Их намного больше. Перед входом в комнату, где сидит Биг Смоук, можно увидеть коврик, на котором присутствует лого Рокстар и надпись «Здесь вам не рады». Если вести команду Хиасаем во время погони за темпене, ваша машина взорвется и миссия будет провалена. Кажется, это единственный способ ее уничтожить. Вот этим Буласом вообще повезло, что они в горящем здании и что они скоро умрут. Вот только один трудяга пытается хоть как-то это исправить. Единственная миссия, где можно найти поезд без вагонов. С ним гораздо легче пройти миссию на поезде. Из пожарной машины на темпене вылезло два полицейских. Хотя местом всего двое. А куда делся темпене? Непонятно. После прохождения миссии игрок получает 250 тысяч долларов. Хоть в сообщении о пройденной миссии сумма не указывается. Также она является самой высокооплачиваемой в игре. Это все, о чем нужно знать о последней миссии GTA San Andreas. Если вам ролик понравился и он вам оказался полезным и интересным, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Написать какой-нибудь комментарий или скопировать комментарий предыдущего парня. Тут как бы на вкус и цвет. А с вами был Хик. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok